Немножко, если внести немножко юмора в этот сложный вопрос, по которому нужно собрать огромное заседание, и которое, к сожалению, ни к чему не приведет 100%, потому что все преследуют свои интересы. Поэтому, наверное, нужно уже находить нам еще какую-то планету и там выстраивать все заново, все по-новому. Не знаю, какая схема лучше всего работает. Для этого нужно изучить всю историю, понять, что было лучше. Опять же, все разные, все к разным моделям поведения привыкли. И могу точно сказать, что не может быть какого-то единого правителя, потому что именно из-за разницы в людях, которые, к сожалению, уже есть, и вряд ли когда-то мы все воссоединимся и начнем говорить на одном и том же языке. Это очень интересная политика. Я понимаю, почему люди с возрастом приходят к тому, потому что им становится интересно изучать это все, потому что это очень сложно. Это прям очень сложная шахматная партия, которую нужно правильно разыграть, чтобы все сошлось. Именно поэтому, наверное, какие-то ошибки объяснимы, и какие-то ошибки, которые допускает правительство, они понятны и, может быть, даже иногда простимы. Потому что это очень сложно. Я вот как человек, творческий, как музыкант, я когда думаю на эти вопросы, у меня начинают мозги, честно говоря, кипеть, потому что ты понимаешь всю эту схему, как нужно сделать так, чтобы угодить этому, не поссориться с этим, не начать воевать с этим. Ну, это прям такая... Ну, в детстве мы все играли в монополию, да, какие-то у нас такие вот были примеры, но это, конечно, все гораздо сложнее. Спасибо.